Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников продолжается в Нарьинмаре. Свои знания в языках, астрономии, географии, физике ученики уже продемонстрировали. Впереди еще 12 предметов. Всего участникам интеллектуального марафона стало около 300 школьников 9-11 классов. Все они победители и призеры муниципального этапа из разных населенных пунктов округа. В Олимпиадах для школьников участвуют самые смелые и одаренные ребята Ниньского округа. Многие из них проверяют свои знания таким образом уже не первый раз. Но все же волнение есть перед каждой Олимпиадой. Я участвую в первом туре абсолютно во всех Олимпиадах, кроме тех, которые у нас не преподают в школе предметы. И во второй тур только 9 прошло. И в третий в этом году получилось, что только одну биологию прошло. Обычно физика, химия и биология. Олимпиада по биологии проходит в два этапа – теоретический и практический. Во время последнего начинается самое интересное. Школьники должны провести настоящие лабораторные исследования по ботанике и зоологии. Больше детей стало участвовать в Олимпиадах. В последние годы у нас вообще биология является одним из самых популярных предметов на Олимпиаде. У нас, в принципе, каждый год много участников. Вот в этом году 21, по-моему, это больше, чем у всех остальных предметов. Почему биология пользуется такой популярностью у школьников, однозначно сказать невозможно. У каждого участника Олимпиады есть на это свои причины. Одни планируют связать с биологией всю жизнь, другие называют этот предмет самым увлекательным в школьной программе. Биология, она более всего связана с нашей жизнью, мне кажется. Интересно изучать, что вокруг нашу, ну, мир вокруг нас. Региональный этап Олимпиады продлится до 8 февраля. Впереди у школьников испытания еще по 12 предметам. Среди них литература, химия, физкультура, математика и другие. Екатерина Гончарова, Антон Водряков, Телеканал Север.